ник спасибо осторожно с такими фантазиями дамы и господа не очень приятно присутствовать я вижу своего друга было кована мы вспоминали госпожа президент помню первый раз я сюда приехал в семь четвертом году на эту конференцию тогда было семь лет семьдесят четвертый год большая честь вернуться и здесь очень много ведущих мыслителей и политиков и хочу вначале сказать как сильно мне и многим другим не хватает нашего хорошего друга джона маккейна джон руководил делегацией синди присутствует синди станьте пожалуйста мы с джоном были друзьями иногда кричали друг на друга спорили о политике но мы знали что если бы кто-то из нас позвонил среди ночи и обязательно другой бы приехал потому что мы разделяли ценности и я верю что большинство членов конгресса доказательства того как решительно сша на беспартийной основе поддерживают североатлантический альянс как нашу ключевую ценность хочу поблагодарить федерального канцеля меркель за приглашение за ее выступление сегодня до обеда как я уже сказал я приезжаю течение многих лет на эту конференцию многие из вас знают меня поэтому вначале скажу с тем чтобы не было никаких сомнений я решительно поддерживаю на то я считаю что это наиболее важный военный альянс в истории человечества на этой основе нам удалось сохранить мир и безопасность последние 70 лет это сердцевина нашей коллективной безопасности та основана которой сша смогли реализовать свою ответственность и в других регионах мира без стабильного альянса все разрушается и я также очень сильно и решительно я не хочу говорить от имени всех но мне кажется большинство моих соотечественников тоже также решительно поддерживает европейский союз это антидот чрезмерным национализмом который уже дважды разрушал наш континент европейский союз это не просто экономический союз это важнейшая организация важнейшая для обеспечения безопасности и стабильности неоднократно это сообщество объединялась и выступала гарантией против злоупотребления властью одной страны противостояла волнам хаоса будь то противостояние гонки вооружений или демонстрации нашей решительности дать отпор терроризму основанного на насилии и страхе наша непоклебимая поддержка нато позволила нам сдерживать агрессии среди стран бороться против этнических чисток и обеспечивать нашу общую безопасность сегодня мы стоим на перепуте это уникальная проверка нашей солидарности и нашего будущего мы с послом бертона говорили об этом действительно буквально мы сейчас на очень переломном моменте независимо от того из какой страны это мы все понимают и надеюсь что мы все понимаем не потому что вызовы превышают наши возможности формировать мир на благо человеческого как мы делали ранее а под не потому что автократические лидеры которые хотят изменить баланс в мире побеждая своих усилиях по внесению раскола нет конечно мы столкнулись с новыми отношениями подъем китая упадок россии но более агрессивное поведение китай пытается стать гегемоном россия используя все имеющиеся у нее инструменты того чтобы посеять дестабилизацию раскол демократических странах европы включая украину где они по-прежнему ведут активную войну сегодня в каждом случае мы видим не просто стремление получить геополитические преимущества идет идеологическая борьба также соревнования систем и ценностей это соревнование для которого создавалась на наши институты в конце второго мира в этих условиях впервые на моей памяти нас сдерживают неопределенность и сомнения я знаю что это частично вызвано ощущением того что США сами сдерживают себя и не уверены в своей политике уходят из мира уходят от обязанностей лидера я знаю что мы много сегодня слышали о лидерстве но по собственному опыту лидерство только существует тогда кто вас когда вас поддерживают другие лидерство в отсутствии поддержки это не лидерство если никто не идет за лидером поэтому конечно я не могу сейчас выступать в качестве избранного руководителя или политика но я могу говорить как простой гражданин и поделиться с вами с впечатлениями о своей стране последние два года я очень много путешествовал по США Миннесота Техас Бостон Бирмингам разговаривал с американцами как в местах либерального толка так и в тех статах где демократов очень мало я могу вас заверить что американский народ основа власти в США остается верным поддержке окружающему миру это превалирующая точка зрения в Америке укрепление и подвижение нашей позиции лидера в мире большинство американцев гордятся такой позиции предлагающее большинство конечно есть тревога по поводу будущего есть осторожное отношение на фоне того что означает изменения для тех кто чувствует себя за бортом я имею ввиду промышленная революция приводит к тревогам и опасениям именно эта причина неопределенности но ответы факт состоит в том что Америка не уходит от ответственности за наш мир мы готовы взять на себя эту ответственность лидера двадцатом веке и мы можем это сделать вновь мы должны это сделать вновь Америку которую я вижу не обращиваться спиной к окружающему миру или не покидать наших союзников американцы понимают что только сотрудничая и взаимодействие с нашими друзьями мы сможем задействовать силы меняющегося мира уменьшить недостатки и использовать преимущества Америка которую я вижу я говорю это искренне я считаю что именно поэтому нас так много членов конгресса Америка выступает за свободную прессу демократию верховенство права она выступает против агрессии диктаторов авторитарных лидеров которые правят путем коррупции принуждения и насилия это новое оружие в арсенале этих людей Америка которую я вижу высоко ценит человеческое достоинство не приветствует разделение родителей и детей не поворачивается спиной к беженцам на нашей границе американцы понимают действительно это американцы знают знают в большинстве что это неправильно мы не такие Америка руководит собственным примером таким образом распространяя свой моральный авторитет американцы это тоже понимают поэтому в Америке многие так расстроены этой борьбой за американскую душу потому что главный вопрос кто мы такие по сути за что мы выступаем каковы наши ценности Америка ввела не только руководила не только примером нашей силы но и силой нашего примера пример который мы показываем другим я весьма должен остановиться Америка которую я себе представляю выступает против тарифов которые нам вредят и торговых войн Америка была основана на инновации и творчестве мы требуем что мы с нами обращались справедливо но в мире нет стран с которыми мы боялись бы соперничать при равных условиях это наша суть Америка которую я себе представляю не отрицает климатические изменения они очевидны я беседовал с по моему 800 мэрами американских городов когда мы отказались от Парижского соглашения по климатическим изменениям они сказали мы будем продолжать соблюдать установленные нормы в наших городах в наших штатах они не отрицают научные данные о климатических изменениях они очевидны эти климатические изменения штормы пожары болезни и так далее и вы можете быть уверенными что это не только мое мнение согласно опросу который недавно правил чикагский совет 70 процентов американцев заявили о том что в интересах США принимать активное участие в мировых делах и этот показатель вырос в последние несколько лет поддержка НАТО это один из редких вопросов по которым демократы и республиканцы полностью полностью и в позиции полностью соответствуют друг другу спикеры палаты представителей может рассказать вас что при голосовании в палате представителей 357 конгрессменов проголосовали за 22 всего против по решению которое помешает США выйти из НАТО нет никаких сомнений в том что США будут продолжать играть руководящую роль в 21 веку которую мы долго играли на мировой арене и я считаю что мир нуждается в том чтобы мы и дальше выступали в качестве лидера вы можете рассчитывать на США по очень простой причине это в значительной степени отвечает нашим интересам это отвечает нашим интересам интересам США это не проявление благородства или щедрости нет это просто соответствует нашим интересам после второй мировой войны мы сделали большие инвестиции в безопасность и процветание наших союзников и получили отдачу от этих инвестиций новые рынки для нашей продукции новые партнеры для отражения глобальных вызов новые союзники для отражения агрессии если средства сдерживания не сработают и все это остается в силе на сегодня когда террористические организации грозят безопасности американских граждан мы можем обеспечить нашу безопасность потому что мы отражаем эту опасность не в одиночку а совместно с вами нашими союзниками и партнерами когда вспышки болезней распространяются по всему миру мы можем более эффективно сдержать эти эпидемии потому что мы координируем наши усилия мы направляем врачей и медсестры выделяем оборудование и медицинские препараты когда автократы пытаются подорвать веру в наши институты вмешиваться в наши выборы мы выступаем единым фронтом для защиты демократических ценностей это основа нашей безопасности процветания и наше место в мире но сегодня мы наблюдаем ослабление веры в демократические институты благодаря и за таких усилий дамы и господа когда государство незаконно забирает часть территории соседа и нарушает договор о контроле над вооружением который был основой нашей общей безопасности в течение тридцати лет мы вместе осуждаем вопиющее нарушение международных норм укрепляем наш оборонный потенциал и наше политическое единство я горжусь той коалиции которая сформировалась в европе в ответ на агрессию россии против украины это основа нашей идентичности и основа американского духа это в наших собственных интересах и я обещаю вам мы вернемся мы вернемся не сомневайтесь в этом конечно мы вернемся не вернемся к политике которая не отражает более произошедших изменений и глобальные вызовы нам нужно руководство которое позволяет нам заглянуть вперед и предвосхитить опасности идеи которые лежат в основе этой конференции единая свободная и мирная европа организация североатлантического договора привяженные идеи коллективной безопасности когда нападение на одного это нападение на всех это незыблемое обязательство которое мы взяли на себя это был революционный выбор который сделали наши отцы и деды понадобилось мужество для того чтобы отказаться от того что было раньше мир погрязший в конфликтах в соперничестве для этого понадобилось видение а сегодня нам нужно это видение для того чтобы принять новое важное решение о том как организовать мир на последующие 50 лет надо необходимо модернизировать для того чтобы сохранить единство здесь нужно начинать с увеличения инвестиций в альянсе это уже наметилось но недостаточно только укрепить нато нужно улучшить эту организацию расширить те возможности которые у нас имеются для отражения угроз а также искать возможности для сотрудничества демократическими партнерами за пределами северной америки евро свободный мир сегодня сталкиваемся с новыми вызовами в кибер пространстве в связи с появлением новых технологий типа искусственного интеллекта а также появилось новое оружие в виде дезинформации это влияет на всех нас поэтому в рамках трансатлантического партнерства по моему мнению нам уж нужно установить более тесные связи с партнерами восточной азии чтобы совместные действия нам нужно интегрировать наших друзей в южной америки и африке в рамках единого сообщества демократических государств как надо позволило сша и европы сыграть руководящую роль во двадцатом веке реформы расширение институциональных возможностей должны дать те инструменты которые нужны для решения проблем двадцать первого века мы можем это сделать мы можем снова сделать шаги в направлении мира такого который нам нужен такого каким он должен быть чтобы будущие поколения могли воспользоваться плодами мира прогресса и процветания это мир который будет реагировать на климатические изменения это мир в котором у всех будут равны условия в глобальной торговле который будет снижать неравенство в наших обществах и будет изменяться по мере того как будут появляться новые технологии это мир в котором мы сможем справляться с проблемами миграции и гуманитарными кризисами которые не исчезнут и будут по-прежнему влиять на все наши государства меня только что спросил президента Колумбии после того как он встретился с нашим президентом у нас с ним состоялся длительный разговор мы должны рассматривать последствия миграции в Колумбии в результате кризиса в Венесуэле или возьмем проблему миграции в Европе это проблема не для одной конкретной страны мир который основан на демократии должен обеспечивать демократическое управление для совершенствования нашего будущего искоренять коррупцию которая мешает правовому государству и ограничивать возможности демократических государств приносить пользу своим гражданам вот какой мир я себе представляю и мы можем взяться за его формирование мы не должны упускать время почему мы должны решать эти проблемы потому что мы сегодня находимся на перепутье и если мы не возьмемся за это дело я не знаю кто сможет решить эти проблемы как я сказал я считаю что в мире неограниченные возможности нам нужно объединить усилия выполнять обязательства взятые перед друг другом мы не можем себе допустить раскола в отношениях между странами и в отношениях внутри стран потому что если наш трансатлантический союз ослабнет авторитарные державы сформируют мир в соответствии со своими интересами и ценностями а не нашими интересами и ценностями не нашими поэтому нам нужно сделать больше и увязывать то что мы делаем здесь в Мюнхене в Лондоне в Брюсселе в Вашингтоне и в ООН чтобы повысить безопасность жизни наших граждан людей с которыми я встречался в США которые считают что с ними никто не считается на них никто не обращает внимание они как и я по-прежнему считают что основополагающие ценности которые лежат в основе наших союзов нужно и стоит защищать потому что они знают это соответствует их интересам их собственным интересам и я не откажусь от этих людей США не откажутся от своих союзников вы нам нужны и я надеюсь что вы считаете что мы нужны вам спасибо господин вице-президент нам обязательно нужно было услышать эту речь мы с вами уже обсуждали сегодня проблематику нато посола доглук и вместе со мной мы подготовили доклад в котором перечисляются многие упомянутые вами проблемы афганистан россия и другие угрозы но сегодня главная угроза заключается в том что в белом доме сегодня руководство США не разделяет нашу глубокую убежденность об важности наших союзов и это многие считают основной угрозой что здесь можно сделать в США да и в Европе я думаю нам нужно помнить о том что ни один вызов мы не можем отразить в одиночку я говорю это в буквальном смысле наши усилия нуждаются в координации в сотрудничестве мы должны действовать как сообщество а не как отдельное государство надо всегда было платформой на которой мы США и отдельные европейские страны могли реагировать на возникающие кризисы не всегда это легкий процесс поскольку кризисы на разные государства влияют по-разному на некоторые больше на некоторые и меньше но они влияют на всех нас иногда сложно достичь консенсуса но возьмем Джона Керри он смог достичь консенсуса в Европе по проблеме Ирана это очень важное соглашение мы смогли противостоять российской агрессии против Украины я активно занимался этой вопросой я вижу женщину которая очень немного занималась этой проблемой вместе со мной здесь консенсус тоже не был автоматичным затем мы согласовали санкции в отношении России смогли сформировать глобальную коалицию по борьбе с ИГИЛом я думаю что нам не ностальгия сегодня нужна а нужно понимание того зачем и почему мы совершали определенные действия достигли координации несмотря на имеющиеся разногласия иногда достигли консенсуса иногда не смогли его достичь но мы это все непублично делали у меня два брата и сестра мой отец нам все время говорил нельзя позволить себе ссориться с братьями и сестрами на глазах у других у нас были разногласия мы их обсуждали и в итоге разрабатывали общий подход но сегодня мне кажется из-за отсутствия руководства по ту сторону Атлантики ситуация совсем другая про Россию хочу спросить вы много занимались проблемами России вы знаете как развивались отношения с Россией Путин допустил вмешательство в наши выборы в шестнадцатом году это факт то же самое можно сказать о немецких и голландских выборах продолжаются кибероперации дальше Крым Донбасс вторжение в Грузию угроза Балтийским государством как мы можем сдержать Россию в Европе но с другой стороны Россия нам нужна по Ирану по Афганистану по Северной Корее какой здесь должен быть баланс в наших отношениях ну во первых я считаю что мы должны давать четкий ответ России и дать ясно понять что придется платить за нарушения международных норм мы должны об этом прямо говорить и подкреплять слова определенными действиями например укрепление НАТО за счет усиления присутствия на восточном фланге я считаю нужно четко заявить о том что такие партнеры как Грузия и Украина будут получать нашу помощь чтобы повысить их сопротивляемость перед лицом российской угрозы я хочу четко сказать что меня не очень волнует влияние России на Европу но беспокоит влияние России на США это реальный факт и если не сдержать это влияние возникнет очень сложная ситуация особенно в связи со стремительными изменениями в мире сегодня демагогам очень легко убедить в своей правоте обвиняя во всем других я считаю что нам нужно снижать нашу уязвимость также мы можем значительно больше сделать по противодействию и кибер угрозам мы в стране и за рубежом можем больше сделать в плане повышения нашего подводного и космического потенциала в общем итог всего этого заключается в том что по моему мнению мы должны сразу признать что Россия это злонамеренный субъект но это не означает что мы не должны искать возможности для заключения соглашения с Россией где есть общие интересы и я думаю нам нельзя бросать российский народ во главе страны стоит клептократия в настоящий момент времени и это руководство все делает для того как бы мы не это сказать правильно в общем население не получает многое из того что заслуживает но конечно Россия преуспела во многом и не должны сдаваться мы должны поддерживать отношения но мы не должны забывать о наших договоренностях по разручению вот Ричард Бертон возглавил наши усилия особенно что касается стратегической доктрины и тогда это еще был Советский Союз но опять мы не должны сдаваться мы не должны бросать российский народ мы должны продолжать обмен студентами здесь существует целый ряд вопросов по которым мы можем сотрудничать российский народ должен знать что будущее здесь а не там самую интересную частью вашей речи была та которая касалась необходимости двигаться вперед и не возврату к старой НАТО и появление новых альянсов и союзов в связи с этим вопрос Россия и Китай крайне уверены в себе в моделях своей государственности и многие говорят американцев вы потеряли уверенность в себе Трумэна Азенхауэра Обамы как вы ответите на это мы не должны рассматривать НАТО как какую-то защиту как ракетира НАТО наслаждается на демократических принципах на обязанности помогать друг другу много говорили о том что это очень важно и мы не должны воспринимать НАТО как нечто само собой разумеющееся я много путешествовал в Европе последние 15 лет и иногда кажется что многие думают НАТО функционирует нам не нужно заботиться об обороне но на самом деле мы постоянно должны волноваться и заботиться и мы слишком много принимаем задолженно например систему безопасности что как бы система безопасности существует и нам не нужно больше ничего с этим делать что стабильность возникает сама по себе и и я порекомендую вам следующую порекомендую прочитать статью НАТО в 70 лет написанную вами благодарю вас господин бывший вице-президент благодарю за то что вы здесь за то что вы до сих пор верите в нас благодарю вас благодарю вас